Добрый день, дорогие друзья! Спасибо большое, что вы нашли время прийти к нам на пресс-конференцию. Я думаю, что все вы уже знаете, что завтра нас ожидает очень серьезное событие, очень масштабное событие. Завтра вечером в Кремлевском дворце съезда при участии первых лиц государств будет открыт, торжественно открыт год китайского туризма в России. И, собственно, поэтому мы пригласили вас сегодня на нашу пресс-конференцию. Сегодня у нас в гостях очень уважаемый высокий гость. Мы очень рады, что он к нам приехал. Это заместитель руководителя государственного управления по туризму Китайской Народной Республики Чжу Шаньчжун. И Дмитрий Михайлович Амуц, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму. Добрый день. Я думаю, что мы, как обычно, на пресс-конференциях сначала предоставим слово нашим гостям, и потом вы сможете задать ваши вопросы. Добрый день еще раз, уважаемые товарищи, друзья. Надо сказать, что подготовку к проведению года китайского туризма мы начали с нашими китайскими коллегами давно, и заранее подготовили планы, обменялись этими планами. И я хотел бы просто в качестве примера наздавать одну цифру. Вот в план российской стороны по проведению китайского года туризма в России входит 160 мероприятий с участием субъектов Российской Федерации. Это конференции. Я дальше пройду по основным из этих мероприятий. Это мероприятия на... Пожалуйста. Продолжение следует... ... Это мероприятие, во-первых, на межгосударственном уровне. И у нас запланировано три российско-китайских форума. Во-первых, по сотрудничеству в сфере туризма, по сотрудничеству в сфере подготовки кадров и по приграничному сотрудничеству. Это автопробег Москва-Пекин. В июне и в августе в Китае пройдут мероприятия Russian Tourism Roadshow 2020. И так далее, и так далее. Я вижу, что мои коллеги корректируют. Хорошо, спасибо вам большое. Я уверен, что год китайского туризма в России пройдет так же удачно и успешно, как год российского туризма в Китае, который, вы знаете, очень успешно прошел. И я, наверное, выскажу такую оценку. Судя по той динамике, по той статистике, сейчас господин Чжу Шаньчжун приведет цифры, судя по всему, в следующем году число китайских туристов, посетивших Российскую Федерацию, будет самое большое. То есть я думаю, что китайцы перейдят в Германию. И еще хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что今年中国 военно-вырусских евро-кровища выдастся до первого. Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Я очень рад, что сегодня имею возможность встретиться с представителем российских СМИ. Предлежите мне от имени Государственного управления по делам туризма КНР горячо поприветствовать всех присутствующих на сегодняшней пресс-конференции. Теперь мне хотелось бы кратко рассказать о сотрудничестве в сфере туризма между Китаем и Россией и о проведении готовых туризм России и Китая. В конце я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Прежде всего, разрешите мне немного рассказать о развитии туризма в Китае. В 2012 году, несмотря на всемирный экономический кризис, наблюдался стабильный рост туристической отрасли в Китае. За целый год общее количество туристов, въехавших в Китай с пребыванием, составило 57 миллионов 730 тысяч человек, что означает прирост на 0,3%. Сумма валютных доходов от туризма составила 50 миллиардов долларов, что означает прирост на 3,2%. Количество туристов, выехавших за границу 83 миллиона 180 тысяч человек, прирост составил 18,4%. Количество туристов от внутреннего туризма 2 миллиарда 90-60 миллионов человек, прирост составил 12%. Общая сумма доходов от туризма 419 миллиардов американских долларов с приростом на 15%. В настоящее время в Китае существует 13 тысяч. 98 гостиниц и отелей определенные звездности, 23 315 туристических предприятий, существует более 20 тысяч различных туристических районов и объектов. И в сфере занято 56 тысяч туристических автомобилей. Теперь Китай стал третьим в мире страной въездного туризма и третьим в мире страной выездного туризма. А также сформирован самый крупный в мире рынок внутреннего туризма Китая. В текущем году определена новая тема путешествия по прекрасному Китаю. И также разработан новый логотип для продвижения туристических ресурсов Китай. Государственное управление по телам туризма КНР планирует проводить серию презентационных мероприятий во всем мире, посвященных данной теме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Китай и Россия. Туридические страны, обладающие богатым туристическим ресурсом, чьи туристические рынки могут дополнять друг друга. Давно уже установлена прочная база для туристического обмена и сотрудничества с благополучными традициями. За последние годы по мере развития всех сторонных стратегических отношений и партнерства между двумя странами, с каждым днем углубляется общение и сотрудничество в сфере туризма. Таким образом, постоянно увеличивается туристический поток, совершенствуются механизмы для обеспечения туристической безопасности и образования в сфере туризма, бурно развивается региональный туризм. Кроме этого, происходят постоянные общения на государственном уровне. Например, наряду с регулярным проведением заседания под комиссией по туризму, российско-китайская комиссия по гуманитарному сотрудничеству, проводятся еще форум по образованию в сфере туризма, рабочие совещания по туристической безопасности, конференция по региональному сотрудничеству в сфере туризма и так далее. Китай и Россия являются важными странами, поставщиками туристов друг для друга. По статистике китайской стороны, количество российских туристов занимает 10% общего количества иностранных туристов, принятых в Китае. С 1997 года и до сих пор Россия сохраняет место в качестве третьей стороны источника туристов для Китая, а Китай на втором месте как источник туристов для России. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Двух стороне проведения проведения годов туризма в Китае и в России представляет собой символ того, что уровень сотрудничества в сфере туризма между двумя странами уже достиг небывалой высоты. В прошедшем году, благодаря активному участию различных слоев общества, были успешно проведены разнообразные мероприятия в рамках года российского туризма в Китае. В связи с этим были эффективно представлены туристические ресурсы обеих стран и укрепили понимание между китайским и российским народами. В частности, лидеры двух стран высоко оценивают проведение года российского туризма в Китае. По словам вице-премьера Российской Федерации госпожи Голодец, в различных мероприятиях демонстрируются уникальные культурные и исторические наследия России, народные традиции и обычаи, чтобы вызывать большой интерес у китайских туристов. Сologne, китайское российской фertlessness, Undo что в Китае, были surprised, что в России США fate будет дал мне показать свои результаты. シ�嘛 форексopic антократime 11 с facilities, но в иланд 올�ландо Fujifu Lastvision, был государственной облиquin świat hin. Другой лидеры世界ъ�� х llam одинаковоamer jaką я в Кitedю Greth innovation. Сoidнымиとう travelers обнаружили, что для difference укреп成 hissом, Таким образом, по статистике с китайской стороны, в 2012 году количество китайских туристов, посетивших Россию в качестве первой стороны выезда, составило 870 тысяч человек, а количество российских туристов 2 миллиона 426 тысяч 200 человек. В текущем году сохраняется рост туристического потока. За январь текущего года количество российских туристов 172 тысяч 700 человек, прирост составил 27 процентов, а количество китайских туристов 46 тысяч 500 человек, прирост составил почти 10 процентов. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...